Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион», студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. В администрации обсудили ход осенних полевых работ и новые перспективы развития агропромышленного комплекса. К врачу без талонов и очередей. В «Анапе» и районе стартовали профилактические дни здоровья. Забег с видом на море. Полтысячи спортсменов и любителей из России и зарубежья смогли в «Анапе» и свои силы проверить и местными пейзажами полюбоваться. В городской администрации состоялось заседание Комитета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. Участники совещания подвели итоги уборочной кампании 2017 года и обсудили ход посевных работ озимых культур. Как доложил начальник отдела сельского хозяйства Андрей Шевченко, валовое производство зерна в 2017 году составило почти 54 тысячи тонн, а средняя урожайность – порядка 45 центнеров с гектара. По остальным показателям, анапские аграрии также дали высокие результаты. Урожайность озимого ячменя – 52,9 центра, а озимой пшеницы – 51,4 центра. Валовое производство озимой пшеницы составило 41 тысячу и 4 десятых тонны. Урожайность озимого ячменя по нашему самому, точнее по Анапатаманской зоне, по нашей, самая высокая. О развитии сельского хозяйства на конкретных примерах. После доклада депутаты отправились в сельские округа. Станица Анапская подходит к завершению строительства современного фруктохранилища. Сейчас здесь идут косметические работы. Эта база позволит круглый год обеспечивать жителей и гостей курорта свежими фруктами. В фруктохранилище еще не полностью закончено строительство. Там ведутся работы, приобретается оборудование, ведется его монтаж. Данное фруктохранилище предназначено для хранения фруктов, которые будут выращиваться в хозяйстве ЗАО ПХА Анапа. Единовременная закладка, мощность этого фруктохранилища рассчитана на 2300 тонн. Единовременной закладки. Это наш инвестиционный проект, который был заключен в Сочи на инвестиционном форуме. Затем депутаты отправились в поле, чтобы воочию посмотреть, как идет работа посеву азимок в станице Гастагайской. Агрофирма Гастагай находится на втором месте после ЗАО ОПХА Анапа по уборке зерновых колоссовых и зернобобовых культур. Анапа в 2017 году те планы, которые были перед городом, выполнила успешно. Но есть небольшое отставание по уровню 2016 года. 2016 год был более урожайный. Но на сегодняшний день в городе, в управлении сельского хозяйства, нашим комитетом, отдельными руководителями уже было проведено совещание. И каждому из них было доведено, какие наши недостатки были. И все сейчас учитываем для того, чтобы урожай 2018 года, сейчас идет посевная, чтобы был намного выше, чем урожай 2017 года. Сейчас на полях Анапы полным ходом идет посадка азимых. Всего аграрий планирует провести сев на территории более 10 тысяч гектаров. Казаки Анапского районного казачьего общества приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Кубанского казачества и 321-й годовщине со дня образования Кубанского казачьего войска. Самые масштабные гуляния прошли в Армавире, Новороссийске, Белой Глине, а также в станицах Каневской, Северской и Калининской. Равняйся! Смирно! Вольно! Последнее приготовление к торжественному параду. Он посвящен 321-й годовщине со дня образования Кубанского казачьего войска. В станице Калининской собрались более полутора тысяч казаков Таманского отдела, в их числе и анапские казаки. Ежегодно на современном этапе мы празднуем День Кубанского казачества в том или ином районе Таманского отдела. Сегодня у нас здесь 150 делегатов, казаков, которые участвовали в параде. Это мы выставляли две коробки и 50 детей. Также приехали семьи казаков. Сейчас здесь начнутся гуляния, песни, пляски. Казачество – душа и опора Кубани. Испокон веков казаки стояли на защите своего отечества, охраняли южные рубежи страны, сражались на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн. И сегодня Кубанское казачество реальными делами доказывает свою необходимость. Казаки обеспечивают правопорядок на улицах городов и станиц, участвуют в воспитании молодежи и общественной жизни кубанцев. На сегодняшний день Таманский казачий отдел – это лучший отдел во всем Кубанском казачьем войске. Как Кубанское казачье войско занимает по всем направлениям жизни и деятельности в реестрах казачьих войска лидирующей позиции. Первое место из 11 реестров казачьих войск. Почему? Да потому что мы единственный регион с мощными, сильными, историческими казачьими корнями. В торжественном параде казаки Таманского отдела Кубанского казачьего войска показывают строевую подготовку, дисциплину и по-настоящему военную выправку. В Анапском районном казачьем обществе состоит более двух тысяч казаков. Они обеспечивают правопорядок, шествуют над казачьими классами, воспитывают духовное и патриотическое сильное поколение. Работа по возрождению казачества и кубанских традиций в Анапе была отмечена на высоком уровне. А Таман Валерий Плотников получил благодарность от губернатора Краснодарского края. В параде также приняли участие и юные казачата. Представители Союза казачьей молодежи Кубани продемонстрировали свою строевую подготовку. Такой восторг. Я очень испугалась. Я думаю, что мы прошли неплохо и нехорошо. Ну, как бы нормально мы прошли, потому что мы ездили в Москву и мы заняли первое место. Поэтому я думаю, что мы прошли нормально. Я пришла в казачество, потому что мне захотелось. Один раз смотрела телевизор и увидела казаков. И мне очень понравилось. И я решила, что в будущем стану казачкой. Поэтому перешла. Общество развивается очень хорошо. На данный момент создан Союз казачьей молодежи. То есть идет рост. Молодежь с удовольствием идет в казачество, с большим интересом. И хочет этим заниматься. Им это интересно. Завершились торжественные мероприятия массовыми народными гуляниями и зрелищным концертом творческих коллективов в духе настоящих кубанских традиций. В Анапе после летнего перерыва возобновились ставшие уже традиционными Дни здоровья. В этот раз они прошли в селе Цибанабалка. Помимо врачей местной амбулатории, здесь высадился десант самых востребованных, так называемых узких специалистов из Центра медпрофилактики, городской больницы и поликлиники. Подробности в нашем сюжете. Амбулатория в Цибанабалке считается одной из лучших. Высококвалифицированный персонал, кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием. Удалось сохранить даже отделение физиотерапии. Тем не менее, часто пациентов приходится отправлять на осмотр в Анапу. У нас отсутствуют узкие специалисты, такие как кардиолог, невролог, эндокринолог. То для нас эти Дни здоровья очень важны, потому что наше население не может получить на базе нашего учреждения этих консультаций, этих специалистов. А Дни здоровья позволяют им, не выезжая из места жительства. Помимо этого, подобная практика помогает в проведении профилактики заболеваний. Болезнь значительно проще вылечить на ранней стадии. Нередко удается предотвратить беду. Мы выезжаем в субботу, выходной день, когда у большинства людей есть время пройти полный перечень обследований. И ультразвуковое исследование, и обследование сердца, и флюорографическое исследование, сдать анализы. Это в первую очередь направлено на приближение специализированной медицинской помощи к людям, к народу в максимально комфортном условии, мне кажется. И вместо того, чтобы лежать в выходные на диване, ждав, когда прихватит сердце или почка, или печень, лучше встать, пойти на этот День здоровья, который мы будем проводить в каждом населенном пункте. Многие уже ждут Дни здоровья в своих селах и станицах. С недавнего времени стали проводиться и детские Дни здоровья. В год медикам удается сделать более трех десятков выездов. Доступно, то есть пришел человек, его проводили, он сделал это, прошел, определил какие-то этапы для себя, для своего здоровья, а потом начал заниматься своим здоровьем. В этот раз на прием пришло более 200 жителей Цибанабалки и соседних селах Уторов. Ну а в следующий раз десант анапских врачей высадится в селе Супсех. О том, насколько успешным признан опыт Дни здоровья и об особенностях профилактической кампании этого года, в нашем эксклюзивном интервью с заместителем главы Анапы по социальным вопросам. Мы постепенно развиваемся и идем вот в ногу со временем и с пожеланием жителей сельских округов. Хочу сказать, что, наверное, немало мы сделали, может быть, это не так и видно. Мы построили сегодня дневной стационар в Джигинке, и люди уже не едут в город, а там получают назначенные процедуры. Мы построили, я считаю, очень шикарный кабинет врача общей практики в Хоторе Рассвет, современный такой. И сегодня в министерстве лежат еще два пакета документов. И по секрету вам скажу, что в 2018 году мы будем строить такой же кабинет врача общей практики в Чиконе. Нам уже дают на это добро. Дай бог, если получится, то еще и усатую балку захватим. Мы приобрели специально по просьбе жителей сельских округов флюорограф. Нам в этом помогло Министерство здравоохранения Краснодарского края. Мы очень благодарны. Сейчас, как вы наблюдаете, мы отрабатываем, смотрим формы работы. Я считаю, что очень хорошо, что флюорограф теперь будет приезжать в сельские округа не в день здоровья, а за два дня. Почему? Во-первых, жители могут спокойно прийти и сфотографировать свою грудную клетку. И второе, вы знаете, мы наблюдали, как они переживают здесь стоят в очереди, там занимают очередь. Вот мы это и исключим. Они пройдут спокойно здесь, там определенные процедуры. И в день здоровья уже придут, да, обследуются так, как они хотят. Вот, знаете, я считаю еще положительным. Мы же, кроме сегодня взрослых дней здоровья, опять же, по просьбе жителей, мы делаем детские дни здоровья. И они сейчас у нас тоже начнутся. И здесь, наверное, очень важно то, что мамы, которые сидят в декретном отпуске или просто имеющие маленьких детей, особенно от нуля до двух, до трех лет, не выезжая в Анапу, смогут посетить не только педиатров, но и узких специалистов. Вот, кстати, приближение узких специалистов сегодня в село, я считаю, тоже положительным моментом. Вы тоже сейчас видели, вот мы тоже смотрим запросы, изучаем, и вот видите, в Цибанабалке нет эндокринолога. Сегодня мы пригласили его из Гастагаевской. И самая большая очередь, ну, если вообще это можно там назвать очередью, ну, большее количество людей сегодня стоит у эндокринолога. Я думаю, что это тоже очень хорошо. Поэтому продолжаем развиваться, продолжаем общаться с жителем. Самое главное, чтобы наши анапчане были здоровы. На седьмом всероссийском саммите виноделов России, который прошел в Абрау-Дюрсо, Анапский сельскохозяйственный техникум заключил взаимовыгодный договор с предприятием. Теперь студенты смогут проходить учебно-производственную практику на винодельне Абрау-Дюрсо. В состав делегации вошли мастера производственного обучения. Основной целью нашей поездки была как раз-таки договоренность о том, чтобы мы привезли сначала на экскурсию именно студентов первого курса, который в этом году у нас составил достаточно серьезный конкурс поступления на эту специальность, чтобы их сейчас уже сразу привлекать к этому производству, потому что Абрау-Дюрсо является у нас ведущим сейчас предприятием по производству элитного вина и шампанского. Появляются новые предприятия, появляются новые сорта и закладываются новые виноградники. Под это идет большое, скажем так, и субсидирование государства. В этом году национальный чемпионат при поддержке Министерства образования и науки Краснодарского края мы анонсировали компетенцию в виноделе. С нами принимали участие команда с Москвы, Ставрополя и мы. После вот этого чемпионата действительно очень большое среди молодежи именно к этой специальности. В Анапском техникуме созданы все условия для подготовки высококлассных специалистов. Полностью укомплектована современная лаборатория для проведения анализов винных изделий. По словам преподавателей, сейчас востребованы именно специалисты среднего звена. Конкурс вырос. В этом году по специальности технология бродильных производств и виноделия на одно место претендовали 4 человека. В планах подкорректировать программу подготовки специалистов и ввести дополнительные курсы для студентов и желающих пройти переподготовку. Вторые соревнования по трейл-раннингу, бегу по пересеченной местности приобрели статус международных. Увеличилось число их участников. Данный вид спорта становится все более популярным как альтернатива классическому бегу. Трассы проходят по живописным местам с видами на море. Участники впечатлены красотами, а титулованный французский спортсмен сравнил Анапское побережье с родной Нормандией. Абрау-Дюрсо. Воскресное утро. Этим участникам предстоит преодолеть два самых длинных отрезка. Порядка 36 и 56 километров. В прошлом году здесь был финиш, сегодня старт. Рисунок трассы не изменился, но там, где был спуск, теперь подъем. В Суко первый финиш и старт забега на 18,5 километров. Дистанция, доступная спортсменам-любителям. Людмила из Белоруссии. Работает в команде разработчиков компьютерных игр. С детства занимается плаванием. О забеге узнала в интернете и решила таким образом отметить свой день рождения. Я сразу же решила, что это того стоит. Праздновый день рождения здесь. Очень красивый маршрут, очень красивые скалы, море, бит, виноградник. Все очень красиво, безумно. Я запомню это надолго. Москвичка Наталья занимается бегом. Год назад перешла в трейл. Забег в Анапе – часть подготовки к скоростному подъему на Эльбрус в мае будущего года. Первый раз всегда хотела поучаствовать. Давно готовилась, летом узнала. Я посмотрела фотки. Вот этот обрыв моря. Я просто влюбилась. Трейл – забег по пересеченной местности, природным ландшафтом. Если в первых соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов, то в этом году уже порядка полутысячи. Все соревнования такого уровня, которые проводятся на территории России и Краснодарского окраина, они популяризируют не только сам спорт. Они дают, наверное, дополнительный интерес к краю, к нашему. Многократный призер европейских и мировых соревнований Орельен Калле сравнил здешние пейзажи с французской Нормандией, откуда он сам родом. Пробежав марафонскую дистанцию, он первым финишировал в Анапе. Вообще у меня создалось впечатление, что вторая часть оказалась быстрее и сложнее, чем ожидалось. Пришлось работать на старость, и это удалось. Организация на очень высоком уровне. Главным соперником французского спортсмена стал новосибирец Юрий Тарасов, многократный победитель российских соревнований, серебряный призер марафона в Барселоне. Долгое время он лидировал, но потерял нить и пробежал почти на три километра больше. Но даже при таком раскладе занял второе место. Вообще не планировал, мне написали организаторы, желая-нежелая поучаствовать в данных соревнованиях. Не пожалел, что не туда повернул, но это моя облощность, и никто не виноват. Для идеальных трейлов тут хорошее место. Есть, которые еще такие, действительно технические трейлы. Ну, возможно, трассу можно накрутить техническую, но вот по данной трассе такая она более среднего режима, как бы получается, что и не сильно крутая, и не сильно сложная. У каждого участника GPS-трекер по пути, пункты питания. Задача добровольцев, в том числе, подбадривать спортсменов до самого финиша. Мы сегодня тщательно также подготовились в плане организационной вопроса к этой подготовке, обеспечению безопасности на маршрутах, обеспечению, чтобы были наши волонтеры, обученные уже, готовые для сопровождения именно этого мероприятия, и в том числе и сопровождение медицинское. И в целом это организация старта и финиша и пробега по всем, забега по всем трем дистанциям. Организаторы считают, что у Анапы достаточно серьезный потенциал для спортивного туризма, который в России только набирает обороты. Это может стать дополнительным импульсом к развитию города, как всесезонного курорта. Люди, приехав один на соревнования, поймут, что в принципе здесь можно проводить время осенью и весной. И не обязательно только на соревнованиях. Можно приехать и с семьей, или просто с командой, с друзьями, приехать на спортивные сборы, просто откатать что-то. И чуть-чуть отобрать, скажем так, этот сектор финансовый у европейских стран, куда на сегодняшний день мы отлично знаем все с велосипедами, кто готовится к триатлону. Летают Кипр, Испания, в основном это вот эти страны, чтобы люди увидели, что можно в том числе это делать и в Анапе. Рельефы и дороги очень хорошие. В ближайших планах, помимо проведения уже третьих по счету соревнований, запускать новые проекты. Ближе всего к реализации полумарафон по Пионерскому проспекту и забег по песчаным пляжам. Людям с ограниченными возможностями здоровья окажут консультационную помощь в вопросах трудоустройства. Мобильный центр занятости населения проведет групповые консультации, в рамках которых соискателям расскажут об услугах, предоставляемых центром занятости, состоянии рынка труда, а также об активных методах поиска работы. Ближайшие консультации специалисты центра занятости населения проведут в селе Джигинка по адресу улицы Центральная, дом 8, здание администрации Джигинского сельского округа 19 и 30 октября с 10 до 11 часов. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей, салями финская с можжевельником – 299 рублей, сосиски «Тавровские» – 188 рублей, «Тавровские мясные лавки» в Анапе – парковая – 93А, крымская – 98, амелькова – 28 и астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 17 октября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов, ночью прохладнее – 15 выше ноля. Ветер переменной от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Продолжение следует.